Кибератака привела к закрытию крупнейшего топливного трубопровода в США. В США кибератака привела к закрытию крупнейшего топливного трубопровода. Об этом рассказал президент США Джо Байден. Об этом сообщает Reuters. Оператор топливных трубопроводов Colonial Pipeline закрыл всю свою сеть из-за кибератаки в пятницу. Этот трубопровод является источником почти половины поставок топлива на восточное побережье США. Этот инцидент является одной из самых разрушительных операций по выкупу цифровых средств, о которых когда-либо сообщалось, и привлек внимание к тому, насколько уязвима энергетическая инфраструктура США для хакеров. Продолжительное отключение линии вызовет резкий скачок цен на бензонасосы перед пиковым летним сезоном, что может нанести удар по потребителям США и экономике. Компания заявила, что прекратила свою деятельность после того, как в пятницу узнала о кибератаке со стороны вымогателей. Пока неизвестно, как долго трубопроводы будут закрыты. Правительство США объявили о начале расследования. При этом некоторые чиновники уже заявили, что хакеры являются профессиональной киберпреступной группой. Правительство пытается помочь компании восстановить операции и предотвратить перебои в поставках. Сейчас следователи изучают группу под названием DarkSide. О них известно, что хакеры группы используют программы вымогатели и не атакуют цели в постсоветских государствах. Colonial заявила, что наняла фирму по кибербезопасности для помощи в расследовании и связалась с правоохранительными и федеральными агентствами. Напомним, Британия и США придумали, как защититься от российских кибератак. Они создали совместный список рекомендаций. Ранее сообщалось, что два россиянина признались, что участвовали в кибератаках против США. Также судили граждан Литвы и Эстонии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин